МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слушай, пап, а вот мы сейчас идем на рыбалку. Нам надо брать вот это, вот это вот. Ванечка, мы идем ловить хищную рыбу с лодки. Не поплавочная снасть, не фидерная снасть. Нам сегодня не нужна. Сегодня нам нужны только спиннинги. Впереди выходные. А это значит, Ваня с отцом готовы вновь отправиться на рыбалку. Заядлые рыбаки, они в каждой своей поездке используют всевозможные снасти, изучают новые водоемы и знакомятся с чемпионами по рыбной ловле. А на этот раз с нами будь чемпионом. Конечно, будет. Мой друг, вот он как раз идет. Привет, привет. Здравствуйте. Андрей, познакомься. Здравствуйте. Иван, Варвара, Варечка, иди к мне на коленочке. Сегодня мы идем на рыбалку. И это будет твой персональный гид, очень квалифицированный Андрей Медведев. Андрей Медведев – победитель и призер многих авторитетных рыболовных турниров. Интерес к рыбалке у него возник еще в детстве, когда рыбачил с отцом. В более зрелом возрасте пришел в рыболовный спорт. Сегодня он чемпион Москвы и двукратный чемпион России по ловле спиннингом. Андрей, я приготовил тебе одного рыбака. Это зритель и сочувствующая девушка. Так что вы с ним, я так понимаю, будете ловить твоими снастями? Да. Поэтому ящик наш уходит в кладовку. Ну, я могу посмотреть и выбрать оттуда интересные приманки, которые потом ему также пригодятся. Но, тем не менее, покажу и свои приманки также. И обеспечу его полным комплектом, полным набором. Ну, мне кажется, мне кажется, было бы правильно вот взять от мастера максимум того, что он может дать. И навыки, и умения, и снасти. Я хотел бы сказать тебе, Ваня, что главное все-таки не приманки, а главное это чувство рыбы, умение ловить, подача. То есть, приманки тоже важны, но они не самые главные. Ой, Варечка, посмотри, дядя Андрей ловит на мочалку. Мочалка. Мочалка – это уникальная вещь, это русская разработка, одна из немногих. Называется поролоновая рыбка, поролонка, да? Обычная губка, которую превратили в рыбку с крючками. И очень уловистая приманка. То есть, многие иностранцы, которые приезжают, они не верят, как вот эта штука может ловить? Да, она ловит. Ну, естественно, она у нас с грузиком, поскольку ловится на джиг, да? То вот… Мочалка с грузиком. Мочалка с грузиком, да? При этом, смотри, вот эта мочалка, она, например, модернизирована мною. Я сзади, видишь, такой сделал лепесток, и она, когда падает на дно, лепесток у нее крутится и дополнительно привлекает рыбу. Это очень хорошо работает на судака, прям хороший приманка. Смотри, какие цвета безумные. Да. Здесь такие рыбы есть? Рыба. Ну, понятно, что таких рыб нет, ну, то есть, вот какие-то яркие цвета, да? Вот когда хищник клюет на такую сумасшедшую приманку, вообще, он о чем думает? Было бы здорово, конечно, залезть ему в голову и спросить, а почему же ты клюешь на ярко-лимонную штуку? Мы этого не знаем, но факт в том, по практике, что это работает. Либо она ее раздражает, либо просто она банально заметнее на дне, да? Но факт в том, что очень часто на яркие приманки рыба клюет там лучше, чем на естественные. Это как если бы ты, Ваня, в тарелке увидел фиолетовую котлету. Вау! И сразу ее съел. Представаешь? Даже не нюхай, сразу раз и съел. То есть, каждый день ты ешь обычно, а тут вот фиолетовая котлета. Или желтая. Нифигача. Поэтому. Неплохо. Андрюш, ты тогда выбирай. Значит, я напоминаю, что мы будем ловить на Иваньковском водохранилище, то есть на Волге. И будет ловиться, если мы ее, конечно, поймаем, вся рыба, которая есть на Волге, весь хищник. Ну-ка, назови, каких хищников ты знаешь? Щука, окунь, судак, берш. Сом. 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 И щука. Щука была. Щука уже была. Ну и, конечно, окунь, да? Окунь был. Окунь был. Я, кстати, предлагаю с окуня начать. Окунь как самая... Как самая маленькая и самая клюющая рыба. Вот. Вот ты знаешь, да? Самая клюющая. Поэтому можно посмотреть по окуню. Окунь, классические вращалки. Ты же ловишь на вращалке. Да, да, да. Вот. Хотел посоветовать тебе вращалку с тяжелым сердечником. Это вращалка, которая дальше летит. При этом у нее, она не перекручивает леску за счет того, что тело блесны не вращается. Интересно. Ты такую катушку когда-нибудь видел, Вань? Нет. А как она называется? Мы вообще на такие не ловим. Я даже боюсь к ним подходить. И я покажу тебе сегодня. Это мультипликаторная катушка. В простонаречии называется мульт. Да? Ловля на мульт. Мультики любишь? Вот. Это, в принципе, это всего лишь другой способ заброса. Кому как удобнее. Но в той ловле, как ловлю я, есть определенные преимущества. Когда ты, ты же пробовал ловить на джиг? Да, конечно. Вот. И как ты смотришь? Ты смотришь поклевки по кончику удилища. Да, по кончику. Вот. Кончик согнут. А когда на дно упала приманка, он распрямляется. Отлично. Леска прорисает. И поклевку ты определяешь по кончикам. Да. А я ловлю немножко по-другому. После заброса я, леска, которая идет у меня из катушки, я ее обхватываю двумя пальчиками. Да, да, да. И чувствую поклевки, чувствую в пальце, да? Когда, и не только поклевки, и касание дна, и касание коряк, я чувствую в пальчике. За счет этого... Так интересно очень. За счет этого ощущения от поклевки гораздо более яркие. И я лучше ощущаю, как приманка касается дна и препятствий. И ловить мы будем у дна. Соответственно, приманки наши, это в основном джиговые приманки. Паралонки, силиконовые приманки. Вот покажу тебе такого прикольного рачка, да? Различных таких. Ну и классические блесенки, воблеры мы тоже попробуем. А вот вообще рыбачить лучше в какое время? Утром, вечером, днем? Ну, это по-разному. Сейчас я думаю, что лучше ловить рано утром. Утренняя рыбалка на судака, на щуку, она более перспективная. Ты можешь вставать в 5 утра, в 6 утра? Естественно. Без проблем? Я точно встану. Заметано. Ну, стой. Еду взяли. Что забыли? Естественно. Будем ловить. Ты сегодня молодец. Один подвиг мы уже совершили, так рано встали. Так что, билет на рыбалку. Ну что, поможешь? Ну и сесу. Тихонечко, Вань. Только не газуй, нам надо ровненько выехать по середочке. Чтобы мы не цапанули. Полетели. Вань, вставляй спиннинги в стаканы. Мы практически готовы. Папа, а тебе вообще какая рыбалка нравится? На спиннинг или на удочку? Ну, конечно, на удочку. И на спиннинг. Ты, кстати, не забудь, у нас сегодня непростая рыбалка. Мы сегодня рыбачим на судака, на щуку, на окне. Рыбачим еще с одним моим другом Андрей Медведев. Спорт. И, пожалуйста, впитывай все крупицы мастерства. Понял? Конечно. Конечно, лучший рыбак в мире. Кто? Это я. Но сегодня тебя будет учить Андрей. О, дядя Андрей идет, папа. Ну, привет. Привет. Доброе утро. Ну что, на рыбалку? Ну, конечно. Готов? Да. Как настроение? Хорошо. Ну, все, скидываем катер и поехали. Скидываем. Андрей, у меня вопрос. А ты уверен, что в таком районе рыб клюет? Ну, как раз клюет. Да, как раз судак и вся рыба, в общем. Должна клевать. Вань, тоже можешь в лодку залезать. Ура! Только не мешай Андрею. Ура! 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 Постой, постой. Хорош! Ну, я смотрю, вы готовы? Всегда готовы. Ну, конечно. Последняя инструкция, Андрюша. Доверяю тебе самое ценное, что у меня есть. Да. Пожалуйста. Значит, учи как своего. Нет, все будет хорошо, не переживай. Ваня. А я думала, лодка самая ценная. А после рыбалки ты мне должен будешь рассказать все, чему тебя научил дядя Андрей. А самое главное, запомни, где вы будете ловить рыбу. Запомни. Все точки срисуем. Все точки. Вань, давай одеваем спас-жилеты и пойдем. Одевайте спас-жилеты. Потом эту рыбу, когда мы ее поймаем, приготовим? Рыбу обязательно приготовим, только она сначала поймает. Плохая примета. Решать, что будете делать с рыбой до того, как ее поймаете. Можно считать, рыбалка началась. Но пока Ваня и Андрей едут к месту ловли, полюбуемся и Ваньковским водохранилищем. Ранним утром оно особенно красиво. Это крупнейшее водохранилище Подмосковья. Образовано плотиной Иваньковской ГЭС, первой станцией Волжского каскада. Площадь водоема около 33 тысяч гектаров. Неудивительно, что его еще называют Московским морем. При этом среди крупных российских водохранилищ Иваньковская самая мелководная. Половина его акватории глубины меньше двух метров. Вот они, необычайные просторы этих мест. Множество заливов и островов. Неудивительно, что во все времена года сюда приезжают отдыхать и рыбачить. Многие предпочитают останавливаться в Конаково-Ривер-Клаб. Гостиничный комплекс расположен на берегу Волги в акватории Иваньковского водохранилища. Это в 120 километрах от Москвы. Здесь есть все для качественного и разнообразного отдыха. Европейский сервис – живописная природа. Сюда приезжают с детьми, компаниями или с коллегами. Ведь это идеальное место для единения с природой, активного отдыха и, конечно, для хорошей рыбалки. Любители и профессионалы всегда могут взять на прокат снасти и снаряжение. Грибные и моторные лодки, катера. Рыболовы-любители всегда могут воспользоваться услугами профессионального егеря. А у Вани сегодня персональный мастер-класс с настоящим чемпионом – Андреем Медведевым. И они ищут идеальное место для спиннинговой рыбалки с лодки. Ну что, Вань, смотри, мы приехали, значит, направление заброса будет отсюда и примерно до того мыса, да? Здесь интересное место. Тут такой бугорок. Мы сейчас стоим на 10 метрах, а бугорок такой 5-метровый. И на этом бугорке живет судак, обычно живет судак. И мы сейчас это проверим. Так, Вань, смотри, по приманкам, значит, тема какая? Паролоновая рыбка, паролонка, классическая приманка с открытыми крючками, поскольку там коряк нет, то у нас открытые крючки, да? Грузик по 17 грамм, ну, примерно для этой глубины этого достаточно. Давай, прицепляй приманку сам. Умеешь ли? Ну. Ну, естественно, умею. Плюрокарбоновый поводочек. А мы на другие не ловим. Все, значит, и смотри, направление заброса вот под причала и до вот этой коряги. Вот в этом секторе, да? Причал до коряги. Да, да, да. Смотри, аккуратнее. Отлично. Первый заброс на судачьей точке. И теперь надо лишь дождаться, чтобы приманка достигла необходимой глубины. Затем можно подматывать. И внимательно смотреть на кончик удилища. При малейшем дрожании, даже если показалось, нужно сразу делать подсечку. Причем мощную. Как говорит Андрей, такую, чтобы было слышно из соседних лодок. У судака и щуки костистая пасть. И важно суметь в одно мгновение крепко захватить рыбу на крючок. Ладно, Ваня, у тебя хорошо получается. Давай я тоже возьму спиннинг. Сейчас соберу спиннинг. И мы в две руки пробьем этот район вдвоем. Я пока собираю спиннинг. Да, да, да. Пока что судак никак себя не обнаружил. Может, его насторожил звук катера, когда Андрей и Ваня подходили к месту. Впрочем, еще только утро. И значит, шансов на улов много. Тем более, погода хорошая. Давай. Отлично. А вы вообще когда-нибудь еще ловили на Иваньковском водохранилище? Конечно, ловил. Мало того, я здесь выиграл чемпионат России. И перед чемпионатом достаточно много тренировался. Ну и на других соревнованиях. Иваньковское водохранилище, оно очень популярное. Рыбаку. Вот. И безусловно, я здесь много рыбалок провел. Очень люблю этот водоем. Особенно комфортно рыбачить на водохранилище с катера. Ведь до любой точки легко добраться. И большое значение приобретает не дальность заброса, а правильная постановка судна. Однако в этом месте судака, похоже, нет. Ну что, Вань, здесь мы проверили эту точку. Похоже, что рыбы нет. Поэтому я предлагаю переставиться на другую соседнюю точку. Тут недалеко. Иваньковское водохранилище рыбаки во многом ценят за его уникальный рельеф. Здесь велись, а в некоторых местах и сейчас ведутся, работы по добыче песка. Поэтому дно водоема напоминает лунный кратер. Хищные рыбы обожают такое неровное дно. Там удобнее устраивать засады. Но на этот раз хищник сам попал в засаду. А точнее, к Ване на крючок с блесной вращалкой. Давай-давай-давай-давай. Опа! Поздравляю тебя. Молодец. А дужку открой, открой дужку, чтобы леску выдать. Да, вот. Вот. Нет, все-таки я думала, он среднего уровня. Я же тебе говорил, что это вращалка рабочая. Хорошая вращалка, видишь? Вот. Если окунь, то он, скорее всего, не один. Ну, конечно, окунь стальной. Да. Сам справишься? Да, конечно. Первая рыбка есть. Ивань решил делать забросы в сторону берега. Туда, где до этого клюнул окунь. Тем временем у его наставника Андрея была щучья поклевка. Попадется ли зубастая? Пока везет снова Ваня. Второй окунь. Ты, стой, ты слишком короткую леску сделал. У тебя леска должна быть подлиннее. Пожалуйста. Иначе, да. Вот. Теперь. А чтобы в руки взять? Да. Такой же. И теперь дужку откидывай. Откидывай дужку, чтобы, если рыба упадет, чтобы кончик удилища не сломался. Да, откидывай дужку. Все. Ух, я же глотил синие. Давай. Да, я сам. Подожди, стой, дай. Сейчас вот так. А ведь синихка большая и маленькая. Нет, лучше большая. Лучше большая, да? Дядя Андрея, я вам когда-нибудь подбиралась рыба. Вот вы ее поймали, отпустили, и вот она вам опять попалась. Ты знаешь, со щукой такое регулярно. Да, щука прям, ну, не... То есть она настолько жадная, что регулярно клюет по два раза. Одна и та же, да? Одна и та же. Прям я четко уверен, что одна и та же. И у меня было такое, что одна щука клювала даже три раза. То есть я ее ловлю, отпускаю, снова ловлю, снова отпускаю. Неожиданно начал накрапывать дождь. Но бывалых рыбаков это не удивляет. На Волге погода переменная. Дождь и ветер скоро может вновь сменить солнце. Сейчас самая середина лета. Рыба отнерестилась и спокойно стоит на своих традиционных местах обитания. В так называемых летних точках. А знаете ли вы, что раньше в русских рыбацких селах во время нереста запрещали колокольный звон? А лошадям завязывали копыток, чтобы они не шумели и не пугали рыбу. Дядя Андрей. А у обычных опытных рыбаков есть свои ритуалы и амулеты. А вот у вас есть какой-нибудь? Например, кепка удачная. Ну вот как раз кепка, которая на мне, это моя счастливая кепка. Я в ней выигрывал несколько соревнований. И это основной, наверное, мой амулет. Иногда я еще подкармливаю водяного. Ну знаешь, там типа кусочек шоколадки бросаешь, чтобы он был более благосклонный. Это тоже помогает. А у одного моего друга есть счастливые трусы. Он на соревнованиях одевает все время счастливые трусы. Есть также еще антиприметы. Например, рыбу в лодку. Это в России прям вот рыба в лодке, значит, плохая примета. А в Швеции, например, у них считается банан. В лодке плохая примета. Ну типа, если взял бананы в лодку, то ничего не поймать. У нас и бананы в лодке, и рыба в лодке. Но если надеяться только на приметы, рыбу не поймаешь. На самом деле, рыбалка – это настоящий труд. А кроме того, конечно, увлечение и спорт. Так, что там, банан, у тебя зацеп, да? У меня зацеп. Ну а у меня рыбешка какая-то, ну не крупная, наверное, окунь. Окунь, окунь, окунь. Маленький черенок. Думаешь? Не, окунек. Окунек. Окунь все-таки. Дайте пять. Ну, небольшой, но приятно. Так, знаешь, тут окунь. Окунь живет. Сейчас отцепим твой зацеп. Я вот только что отцепил. А, отцепил? Да. Вот рыбка. Ну, какая-то небольшая. Наверное, окунек. А, нет, щучка. Щучка маленькая. Подожди, какая бойкая. Смотри, взяла на этого рачка, видишь, на оффсетном крючке. Так. Посмотри. Вот это маленький рачок, который... Давай, я отпустим. Пока, щучка. Интересно, а сколько она есть? Да, она меньше полкило. Удачное место. За корягой клюнули и окунь, и щука. И были еще поклевки. Поэтому Ваня и Андрей точку решили не менять. А позабрасывать спиннинги чуть левее и правее от места клева. Так. Я откидаю немножко левее. А левее? Вот туда, вот-вот-вот. Ага, ага. Даже я бы сказала на тот мус. А, даже так. Все, я понял. Вот так! Кстати, 54. Видишь, окунек. И тоже взял, видишь, у меня оффсетный крючок. Вау! И приманка, которая похожа на рачка, видишь? Такой маленький рачок. Сколько у вас? 5 грамм? Нет, 7 грамм всего, приманочка. 7 грамм. 7 грамм, да. Окунь отправляется к пойманной рыбе. Улов уже неплохой. Да еще практически с одной точки. Дядя Андрей, этот ваш окунь самый большой. Может, не самый длинный, но самый широкий во всяком случае. Не, но он все равно как бы не огромный, но так. Ну, как бы хороший. Нормальный. У Андрея с Ваней сегодня, похоже, окуневый и щучий день. А вообще-то на Иваньковском водохранилище водится много разной рыбы. В том числе сом, жерех, налим, лещ и платва. Сколько же рыб создала природа? По данным их теологов, от 20 до 30 тысяч разных видов. А это значит, что рыб на земле больше, чем млекопитающих и птиц вместе взятых. Так, Вань, я предлагаю переставиться на другую точку. Да? Ты готов? Да. Все, одеваем жилет, поехали. Тут рядышком. Вот, Вань, давай здесь попробуем. Здесь хорошее место. Значит, бросаем примерно на трубы, вот туда. Вот там трубы, примерно на трубы бросаем в том направлении. Это тоже место, где водится судак. Он прячется в старой затонувшей барже. Но здесь встречаются и щуки. Одна из них попалась на крючок. Точнее, на небольшой виброхвост на овсетном, то есть одинарном крючке. Трофеев немало. Есть, что показать дома. Ну чего, Вань, по-моему, неплохо. Да. Поехали домой? Да. Поехали. За этот день Ваня опробовал несколько интересных уловистых приманок. Посмотрел в действии мультипликаторную катушку, шлифовал забросы. Рыбаки успели уйти от пирса на 15 километров вниз и на 10 вверх. И в полной мере ощутить свежий ветер с Волги. Опа-па! Привет! Привет, привет! Ну вы как? Не замочил вас дождем? Нет. Она чуть-чуть покапала, но не сильно. Давай, помогу, вылезай. Такую полянку классную нашел. Давай, привяжемся. Закатай. Давай, Андрюх, вяжись тогда. Ага. Я привяжу сейчас. Ну что? Слушай, баба, мы готовить будем? Готовить? Ну что, Андрюх, приготовим по твоему рецепту? Да, по моему рецепту пойдемте уже, и я вам все покажу. Ну ты вяжись тогда, а я вам поляночку покажу. Пошли. Да, Вань, смотри, сейчас разгорится костер, и мне нужна будет твоя помощь, чтобы нарвать травы. Это зачем? Ага, я тебе все покажу сейчас. Пойдем, пошли. Покажу, какую траву, покажу, что делать. Вот, Вань, смотри, вот такого типажа трава, значит, рвем ее прям большие охапки, но только аккуратнее, потому что она режется как ножиком, поэтому ты просто аккуратненько ее... Давай вместе. Так я в перчатках. Да, вот так, раз. Ваня получил задание. Нарвать побольше сочной зеленой травы, растущей у самого берега. Справишься один, Вань? Да. Давай, я пока кастром займусь. Трава, отлично. Кидай сюда. Кидай сюда. О, подожди. Вот. Ну что, травы-то трава нормальные. Ты все-таки зачем эта трава-то, Вань? Трава, сейчас объясню. Значит, мы будем готовить окуней на открытом огне, но при этом нам нужно, чтобы было не просто огонь, а чтобы был жар и дым. Поэтому мы сейчас угли чуть-чуть прогорят. Мы окуней давай насадим на палочки. Держи палочку. Доставай окуней, доставай. Серег, дай окуней, пожалуйста. Пожалуйста. Да. Я их уже выпотрошил. Берем окунишку и насаживаем на палку. А как их? Какой стороной? Не-не, подожди, сейчас, 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 вдоль. Мари, мы его засовываем в рот. А, изо рта, да-да-да. И вот здесь вот. А, да-да-да. И здесь вот. Так, что, у меня самый большой? Вы не самый большой? Один готов. Держите ее поменьше, да. А сорить мы их будем? Да, сейчас присолим сразу. А окуни и сорите. Ну, я готов, в принципе, поучаствовать в приготовлении, но параллельно хотелось бы услышать, как вообще все сегодня было? Ну, как обычно, у нас в Подмосковье рыбалка достаточно трудовая. Но рыбу поймали, рыбу поймали, начали мы с судака, потом половили окунишек. Щучки были некрупные, но... Мы их отпустили. Отпустили? Отпустили. Ну, зачем? Прям вот этими самыми руками отпустили? Да. То есть мы сейчас едим окуней, а вы щука отпустили? Да. Вань, ну ты-то как, расскажи мне. Ты хоть что-нибудь поймал? Ты своими руками что-нибудь поймал? Да, да, конечно. И вот мы сейчас то, что он поймал, мы будем сейчас и готовить. То есть окуней ты поймал? Да. Ну, не всех, конечно. Первая рыба, первые две даже. Я сначала дядю Андрея обловил. Были мои эти рыбки. Так что... Ну, мы спортсмены во всем, и в рыбалке, и в том числе. Поэтому, так сказать, для нас важно быть первым, чтобы наша рыба была первая, чтобы она была самая крупная. Ну, естественно, чтобы самая вкусная была. Давай присолим. Конечно. А клевать Ваня начало, знаешь, когда? Когда? Когда он выучил песню окуневую. Это моя. Я его научил окуневой песне. Вань, споешь? Давай вместе споем. Окуня, вы мои окуня, дайте я вас сейчас расцелую. Окуня, вы мои окуня. Мы еще, мы еще повоюем. Слушай, ну смотри, я предлагаю не ждать, пока они догорят. Нам этого жара достаточно. Мы сейчас чуть-чуть подраскидаем костер. Все, Вань, смотри, теперь берем траву, прям охапку. И вот так вот. И как бы ковром таким, ковром таким застилаем небольшим. Вот так. Все, теперь чуть-чуть даже притушили вот так вот. Ура, можно прыгать в дыму! И окуней кладем прям вот на жар. Вот посмотри, вот они сейчас на этом дыму и жаре, они чуть-чуть и подкапчиваются, коптятся, и жарятся. На копченый окунь. Знаете, сегодня был замечательный день. Я научился отлично управляться со спиннингом. Спасибо вам, дядя Андрей. Вон сколько вкусной рыбы. Вот она готова, конечки. А знаете, мне уже снова хочется на рыбалку. Я думаю, меня ждут новые и клевые места. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok